Во имя Отца и Сына Святого Духа. Вот по Мейл.ру я получил вот такое, как сказать, письмо. Здравствуйте, уважаемый Игнатий Тихонович! Я всегда слушаю ваши ролики, они очень плодотворные. Спасибо, Господи, за ваши ролики. И я очень бы хотел, чтобы вы по возможности ответили бы на мой вопрос. Как бороться родителям с хамством 17-летнего юноши? Очень хотелось получить от вас вашего совета. Благословение Божие да будет с вами. Лично я не знаю эту женщину и не знаю ее сына. Но относительно хамства, я еще раз посмотрел по Библии, я беседую как бы по теме во свете Библии, открытым оком. Вот он хамит. Откуда это слово взялось? Слово это происходит из Бытие 9.22. Три были сына у Ноя, Сим, Хам и Афет. И когда отец после того, как выпил вина, разметался, раскрылся, то два сына его закрыли, шли так, одежду сзади несли, даже не смотрели. А хам насмеялся. И Златоуст говорит, что первый обнаружил, это Ханаан его сын, почему он проклят, а сын Хама. И тогда дед говорит, проклят Ханаан, раб рабов будет. И некоторые не понимают, почему это. Потому что, ну если он над дедом так и издевается, отец должен был принять меры соответствующие. Конечно, это известно стало снохом, семейство все, и были насмешки. Гнев деда вылился в том, что он проклял его. Не судим, просто свидетельствуем, что так именно было. Грех хамов это грех сына против отца. Это в самом прямом значении. Это грех младшего против старшего. Ясно, что отец старше его. А Ной, если бы где-то сына поносил Ной. Ну тут как-то я уже на словах хочу подыграть, сказать так. Но если хам теперь уже все это известно, то Ной, ну это тоже может быть грех от самого названия. Вот старые родители прежде времени старятся и ноют, и ноют. Вот это согрешение, навязывание и излишняя забота о самом себе. Тут короля Лиры уже не будем вспоминать. Но в самом деле это так бывает. Другой до самой смерти старается никого не потревожить. А другой, все, вы мне должны, я вас родил, я воспитывал. То другое. Вот этот Ной, образом сказать, родитель. Ноет и ноет. Для некоторых покажется, ну что вы слова-то обыгрываете. Ну так получается. Сын 17-летний хамит матери. Согласно Слову Божию, он должен быть предан смерти. И он не будет жить, даже если государственный закон сегодня не срабатывает. Если это было бы где-то, в другой стороне, там на юге мусульман, там бы другой закон был. У Русола Гамзатовом есть такое стихотворение, я сегодня долго искал его, так и не смог найти. О том, как с поля, с пашни возвращается отец, горец. Ну, это аварский народ, это тоже, что там, чеченцы. Такой же народ гордый. Как бы борющийся со свою честь оскорбленную. И он вернулся, и плачет, ходит, твой сын мой, о сын мой. Соседи сбежались, утешает, и кто что, говорит, что зверь задрал. Он молчит, нет, хуже. А что хуже? Значит, и хоронить некого. Значит, в ущелье упал. Нет, говорит, еще хуже. Да что же может быть хуже? Он кое-как через рыдание сказал, мой сын ударил меня сегодня. Там, на полосе, недалеко от края. Казалось, от гнева горы задрожали. Хотели все ринуться и разорвать его на счастье. Он сказал, я не все сказал. Дело в том, что 18 лет назад я пахал на этом же поле, но с моим отцом. И я против отца сказал те же самые слова, что сын мой. И отец, говорит, побелевшими губами прошептал мне, сын мой, я слишком люблю тебя, чтобы проклинать. Я тебе желаю только, чтобы ты когда-то понял, что ты сделал сегодня. Ты этого не поймешь. Ты поймешь, если твой сын против тебя так поступит. Но у меня сына-то не было, но теперь вот сын у меня. И что теперь получилось? И все поняли. Все встало на свои места. Нужно в первую очередь посмотреть. Вы его родили, у вас он, как говорится, под сердцем был. Значит, пели какие-то песни. Как звучали? При благословении, при молитве. Нет, родили, было благословение, молитвы. Наверняка не было. Ну а дальше все остальное. Старики. Ешь больше, спи дольше. Домашние неурядицы какие-то. Я не говорю конкретно об этом. Я вообще говорю так. И вот вырастает такой, который хамит. Я начальник детского лагеря, я его создатель. Уже 40 лет. И дети разные бывают. И вот два года назад приезжает ко мне из Тобольска. Я просто не видал такого еще. Он матери не то что хамит, а просто безумствует, дурой называет. Я сразу ударил в колокол, собрали все. У меня в лагере существует целая система физических наказаний. Платочка нет, бежать до тополя. Одежду забывает, вокруг стана надо бежать, кричать. Я забываю одежду. То есть я конкретно работаю против тела. Это физическое наказание. Я спрашиваю, ты это говорил? Да, говорил. Мать здесь же стоит. Выйди из строя, мать. Скажи, он говорил против тебя? Говорил. Вы подтверждаете? Подтверждаете. Так вот у меня в реестре нет наказания на этих. Наказания нет. То есть оно должно быть согласно Слову Божию. Я могу только молиться, чтобы Бог не убил его. Больше я ничего не могу сделать. Почему? А вот почему. Второзаконие, 27 глава, 16 стих. Проклят злословящий отца и мать. Проклят означает, он везде будет проклят, отвержен, и вся природа, и небо, и земля против него. Он проклят. Я говорю, он проклят, и сын-то. Я боюсь прикасаться. Я могу только скорее выписать, чтобы до вечера вас тут в лагере не было. Но она начала плакать, и я, конечно, его берег, чтобы Бог его как-то не убил. Тут же сразу довел его до слез, укорами разными, и заставил его поклониться матери в ноги, и поцеловать, обнять мать, и поцеловать. Мать плакала, конечно, и больше у него этого не было. Ну, у меня нет никаких больше рычагов надавить-то на него, и на этого хама-то. Но он проклят написано. Далее. Сирахов, это 4, 9. Клятва матери разрушает дом до основания. Клятва, то есть проклятие. А благословение отца утверждает домы детей. Вот так. Как будто у отца проклятие, а у матери нет благословения. Этот сын еще не знает, что он сделал. Дети против него, его дети, если он доживет, поступят точно так же. Еще такое старознакомие 21.2. Когда сын не слушается родителей, делается такое, что тащит из дома, мод и пьяница. Родители обязаны заявить старейшинам города, его вызовут, и родители положат руки на голову, ему скажут, он мод и пьяница, и нас не слушается. И его должны в этот же день, до вечера, до захождения солнца, жители города побить его камнями. Ну, очевидно, привязывают там, закапывают или как, ну, убивают его. Говорят, так, ну, это в Ветхом Завете было. А мы-то в Новом Завете. Правильно, в Новом Завете не побивают. Сегодня Бог угрожает адам. Если не покаетесь, так же погибнете. Это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое. Скажите это ему, юноши, прочитайте ему, посадите за Библию, чтобы он пальцем бодил по строчкам, смотрел. Это говорит не чужой дядя, это говорит Бог всемогущий Иегова, Бог-Создатель. Я прошу во имя Христа до юноши это довести любыми путями, найдите эту возможность. Далее, Ефесянам 6, 5. «Почитай отца твоего и мать твою». Это первое заповедь с обетованием. Обетованием, то есть, ну, с обещанием. Будешь долголетен на земле. Эти люди мало живут, а за жизнь свой человек все отдаст. Вы ему скажите, это тоже прочитайте ему. Почитай, почитай, не просто люби, а чти его. Везде на первое место. Не было бы отца матери, и тебя не было. У Горького есть такое выражение. Без молока матери нет ни поэта, ни героя. Для матери в пригоршне свари, говорит, еду на огне, и тогда ты будешь должен. Я сразу обращусь, у нас семья, отец инвалид войны, без руки. Левой руки не было, а мать. Ну, двое, они класс с одного не кончили. И 10 ребятишек только живых было. И чтобы вот так отцу или матери нахамить, мы даже этого не знали, не слышали. И я бы даже не понял, а как это можно сделать. Настолько-то дико, страшно, как вот для южных народов. У них там почтение к старикам. Старики никому не нужны, наоборот, у них совет аксакалов. То есть нам надо учиться у них. Вот такие люди, которые сохранили все национальные черты, а это все божественное. Четвертая книга, Сарс 2.24, говорится, как такие дети хамили, смеялись над пророком Елисеем, на котором дух Ильи был вдвойне. Чем им не понравился, у него пляшивы. Чем он помешал, они вышли, они ничего не делали такого-то ему. Только кричали, уходи, уходи, пляшивы. Может быть, кидали камнями, там, пылью. Тогда было такое. И он разгрелался и проклял их. Да только-то не лох-то проклинать. Сегодня так бы сказали. Но проклятие это исполнение тогда было. Немедленно, как будто что-то повеление. Две медведицы разъяренные кинулись, и они не ели их. 42 ребенка было. Они же думали, нас 42, попробуй трое нас. Нас большинство. Это целая Америка. Бог растерзал. То есть медведицы сделали, но это Бог сделал. Они бы медведицы даже не родились. Они даже не появились бы. Это проклятие незаслуженно, как воробей, говорит, упадет на волосатой теме, закоснелого в беззаконии. Но у него и темени волосатого не было. Этому юношу могу сказать только одно, остановись. И попроси прощения у матери. Ни завтра, ни через час, ни медленно, как у меня было в детском лагере в поселке Потеряевке, Мамонский район, Алтайского края. Наш лагерь называется в честь священномученика, епископа Климента Анкирского, казненного римским судом за веру во Христа в 312 году. Я больше чем могу сказать, тем более заочно. Да, такие встречаются. Но 40 лет все-таки, я начальник лагеря, это тысячи детей, и случай такой был только один. Были непослушные, были там что-то где-то ворчали, но так, чтобы мать подошла и сказала, вот у нас в лагере такое. Ну его привезли без моего ведома, я в глаза его не видел, я бы его не запустил. Там было из той местности, один раз священник привез какого-то мальчика, чуть ли не племянника, и он матерится. Ну что, через полчаса я его исключил из лагеря, его сразу увезли домой. А он в алтаре еще помогает, что-то зажигает. Вот это вот, ну никуда не годится. Ну надо маленько смотреть, все боимся. Так если уйду, тогда останусь один. Златоуз говорит, я один останусь. Но правды мои не уступлю никому. И у нас даже небольшой тут разговор был. Я написал, вот, завтра, то есть это сегодня. А сегодня это суббота, 30 марта 2013 года. Если Господу будет то угодно, на эту тему я запишу ролик. Ну мы даже никуда не пошли, прямо в квартире. Следите с сыном. Вот отвечает женщина, это спаси вас Господи. Я снова отвечаю, помолитесь, тут вызов больного может быть. Вот, и потом, я обязательно даю молиться, Бог в помощь. Видите, как-то у нас хорошие даже отношения установились. Это уже сегодняшняя она написала. Как только получите ролик, посмотрите. И мне дайте знать, чтобы я ответил. Что вы согласны помолиться. Сын согласен, не согласен, но попросите его, чтобы он хотя бы был рядом. У нас такой порядок. Мы молимся, мы православные. Совершаем молитву так. Три святоя, то есть Божьей милостив, Царю Небесный да Отче наш, и потом сто поклонов. Сто поклонов. Молимся. Если завтра уже воскресенье на понедельник. Земные все поклоны. Колени, руки, лоб должны коснуться земли. Сто раз. Мы православные. У нас есть поклоны. Поэтому, что я сказал, я это сказал и Слово Божие вам, частично из жития святых, но и из практики собственной жизни. Пусть Господь благословит вас и даст страх вашему сыну, чтобы он в этом безумии, смертельно опасном для него, раскаялся немедленно. И если возможно, то и своим товарищам рассказал, что с ним было и что стало. Иначе это проклятие придет к нему или с ножом, или с камнем, или как-то от его товарищей. В их глазах, чтобы он стал другим. Ну, я знаю меры предохраняющие об этом. Покаяние должно быть официально. Выйти и сказать, вот вы видели, я то был, больше я не пью, я в рот не беру, бутылки все разбил. Люди, знайте, помогите. Я был алкаш. Помогите, я больше этим не могу. У нас рядом деревня Урывка. Ну и сына у одной пила, ее звать Милодора. Что она, мать, сказала ему, чуть ли не проклятие. Потом она мне рассказывала, я так и не понял, но сказала нехорошие слова. Она боязненная женщина, но он допек ее. Ну, он вышел сразу на улицу. Что-то, мать, он то ли душил, хватал или что-то, ну, безумно совсем. И он вышел, сел на скамейку. А там, где-то на другом конце работали чеченцы. Строили какие-то там скотные дворы. Он подошел к нему и сел. Что они разговаривали, тоже никто не знает. Только слышал был крик, мать выскочила, он уже левитый мертвый. Он его ножом ударил и сразу зарезал. Что он ему говорил, говорил ли, ну, в общем, никто не знает. Но самое главное, что мать не может себе этого, как говорится, простить. Но я его прокляла. Может быть, она не проклинала, так ей кажется. Но не дай Бог это. Мы никого не должны проклинать, даже врагов. И о врагах мы должны молиться. Написано, благословляйте. Сына вы только благословляйте. Молитесь, благодарите Бога, что есть этот Сын. И, может, через Него Господь призывает вас самих к покаянию. Чтобы вы вспомнили свою молодость, юность, как его зачатие было, как воспитывали. И Господь иногда через самых близких нас доводит до нужной кондиции, чтобы мы покаялись. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Аминь.